Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, начнем с того, что письмо и письменная речь в методике обучения английскому языку выступают не только как само средство обучения, но все более как цель обучения иностранному языку. Письмо — это в первую очередь технический компонент письменной речи. Письменная речь наряду с говорением представляет собой так называемый продуктивный вид речевой деятельности. В методике преподавания иностранного языка под письмом понимается использование графической или орфографической системы. Это продуктивный вид речевой деятельности, а сама цель, естественно, это умение письменно выражать мысли. По средству это письменная коммуникация, это передача мыслей. И, конечно же, все это помогает обучить иностранному языку. Идем с вами дальше. Конечно же, есть определенные задачи, которые мы, с вами, уважаемые коллеги, выполняем по мере изучения этого языка. Итак, задачи можно поделить на две категории — общие и углубленные. Вот, например, если мы говорим с вами об общих задачах, мы акцентируем наше внимание на умении делать выписки из текста, составлять, записывать план прочитанного или услышанного. То есть наши ученики должны непосредственно знать, как работать с текстом, который они прочитали, либо прослушали, чтобы по плану в дальнейшем написать, например, сочинение. Также должны уметь писать краткое поздравление или личное письмо и так далее, заполнять анкеты, либо формуляры. Если мы говорим с вами об именно задачах, которые более углубленные, то это описание фактов, явлений, событий, а также выражать свое собственное мнение, уметь делать учебные записи, тезисы это могут быть, конспекты, развернутые планы, составлять письменные опоры для устных высказываний. И все эти задачи помогают нам формировать именно навыки письменной речи у наших учеников. Отвлекусь немного, уважаемые коллеги, к нам присоединились коллеги из Забайкалья, Новосибирска, замечательно. Ну что ж, вот такие вот задачи, на мой взгляд, они являются одними из ключевых к выполнению, поскольку если мы добьемся оптимального результата, оптимального успеха, то наши ученики смогут данные задачи выполнить. Далее, непосредственно переходим с вами к характеристикам письменной речи. В чем ее особенность? Письменная речь почти всегда подготовленная. Деятельность этой письменной речи непосредственно контролируется самим пишущим, то есть наши ученики сами отвечают за те мысли, которые они хотят изложить на бумаге. Соответственно, чтобы они это умели, у них это хорошо получалось, наша первоначальная задача дать им модель, определенный план, как это делать. Также нужна, конечно же, устойчивая мотивация, чтобы ученики знали, а что будет, если, например, они не выполнят то или иное задание. Или для чего непосредственно они выполняют то или иное упражнение, что они получат в конце, какой результат они увидят. Также тяготение к книжно-письменному стилю и полносоставность и распространенность предложений. Вот данная характеристика, крайняя полносоставность и распространенность предложений, она, конечно же, будет зависеть от уровня знаний наших учеников, от уровня их подготовки и от определенных навыков именно письма. Соответственно, когда мы говорим об учениках 5-6 классов, конечно же, их предложения и их тексты будут насыщены простой лексикой, простыми предложениями. Но, когда мы говорим уже о более старших детях, это 8-9 классов, даже если мы с вами возьмем 10-11 сюда же, то тогда мы должны видеть непосредственно разнообразие лексическое и более сложные предложения. То есть непосредственно наши ученики должны уметь более детально выражать ту или иную мысль. И теперь давайте мы с вами теперь приступим к упражнениям в письменной речи. Какие они могут быть, на какие группы мы их сможем поделить? Групп может быть несколько. Вашему вниманию я предоставляю одни из самых ключевых, это подготовительные упражнения и речевые упражнения. Значит, именно подготовительные, предназначенные для овладения языковым материалом в графическом оформлении, а также обучение определенным операциям с письменным выражением мысли. Второй тип подготовительных упражнений обеспечивает именно умение логично и последовательно своими словами передавать ту или иную информацию. То есть это может быть перефразировка, либо сокращение текста, когда мы убираем, например, те предложения, которые не несут главного смысла, то есть не несут нужную нам информацию. И речевые упражнения предназначены для воспроизведения по памяти группы, связанных по смыслу предложений. Это может быть изложение, это может быть рассказ, описание, сочинение, написание письма. Конечно же, дабы правильно написать изложение, то же самое сочинение или письмо, конечно же, очень важно детям дать правильный формат того или иного письма, чтобы они знали, как должно быть все оформлено, что нужно включить в то или иное письмо. И непосредственно именно эти упражнения являются одними из самых важных формирований и отработки письменной речи. Идем с вами дальше. Упражнения при обучении письму. Вот тут тоже можно выделить две группы, одни из основных. Это специальные упражнения могут быть и неспециальные. Целью специальных упражнений – это развитие умения писать или формирование любого навыка письма. А неспециальные упражнения предполагают выполнение задания в письменной форме с другой целью. То есть мы можем при выполнении развивать тот или иной письменный навык попутно. К специальным упражнениям относятся непосредственно те, которые развивают само умение, а также формируют тот или иной письменный навык. Например, написание сочинений, написание эссе и так далее. Также выполнение специальных упражнений, особенно на занятии, времени обычно может не хватить, поскольку, чтобы написать сочинение, нужно разобрать текст, выделить главную мысль текста. Поэтому на помощь приходят именно неспециальные упражнения, где после проработки текста и, например, составления плана, развернутого плана, например, на уроке, уже ученики дома могут никуда не спеша сделать то или иное письменное упражнение. И вот с этой целью данные виды упражнений могут хорошо в этом помочь, сократить время, например, на уроке. Далее, теперь перейдем с вами к основным упражнениям для развития письменных навыков. И перед вами основные, одни из, скажем так, основных упражнений. Это восстановление начала и конца истории, восстановление диалога по отдельным направляющим репликам, изменение вида текста, например, сообщения на разговор, диалог или на описание, также неоднозначную ситуацию, которую нужно описать в различных текстах или диалогах. Также нужно пояснить противоречия между текстовой и иллюстрационной информацией, либо ответить на письмо письмом, телефонным разговором, беседой и так далее. И также подбор ключевых слов, которые ведут к определенному заранее известному факту. Уважаемые коллеги, вот данные упражнения именно для развития письменных навыков используйте на своих уроках. Просто интересно ваше мнение. Вот Дена пишет не только, вы имеете в виду не только эти, а я еще раз отмечу, что это одни из основных упражнений, которые помогают развивать письменные навыки. Конечно же, упражнений может быть больше, но вашему вниманию я представляю именно, скажем так, одни из ключевых, которые можно использовать. Вот, например, если мы с вами говорим о восстановлении начала или конца истории, то здесь очень важно понимать, что ученикам необходимо сделать. Они, ученики, должны правильно по смыслу истории придумать к ней начало, чтобы события соответствовали и развивались. Соответственно, далее должны сами постараться подобрать сам конец истории, тот, который они видят. А далее это можно сравнить уже с настоящей историей, потому что чаще всего мы с вами можем взять, например, отрывок из текста и дать такое вот задание. А придумайте, о чем история началась, о чем она может закончиться. А далее мы с вами сравним. И таким вот образом ученики проявят свои творческие способности. Вот то же самое вот о диалоге, например. Даны только вопросы. Нужно самим придумать или подобрать ответы. Или наоборот. Даны только ответы. Нужно самим придумать или подобрать вопросы к этим ответам, чтобы это был диалог. Либо меняем сам вид текста. Либо у нас есть картинка, у нас есть, например, текст, и по картинке нам необходимо написать, что происходит в этом тексте. А дальше берем текст и сравниваем, правильно ли мы записали или нет. Еще одно такое вот распространенное упражнение – это ответ на письмо от друга. Такой вот ОГЭшный формат получается. Соответственно, тоже очень важно обращать внимание на сам формат этого письма. И чтобы дети точно знали, что они должны конкретно написать в этом письме. На что нужно им обращать внимание. Ну и так далее. То есть это именно одни из основных упражнений, которые должны быть, вот как нам пишет Ирина, что она их использует. И Светлана тоже говорит, что постоянно. Вот как раз вот эти упражнения должны быть всегда в нашем обиходе. Перед вами пример упражнений, взято из учебного пособия «Практическая грамматика ОГЭ и ЕГЭ», автор слова Хотов. Вот обратите ваше внимание, что первое вот упражнение, нам необходимо составить предложение, используя только Present Perfect. И даны просто слова. И в скобочках там плюс, минус, знак вопроса, это означает, какое должно быть предложение по смыслу. Утвердительное, отрицательное, вопросительное и так далее. То есть ученики могут сразу отрабатывать данный грамматический аспект письменно. Или же следующее упражнение нужно составить, следующее предложение, используя сам пример, модель того, как это нужно сделать. Опираясь на эту модель, ученики правильно переформировывают, заново составляют то или иное предложение. Подобное упражнение следующее, где ученикам необходимо опять-таки по модели правильно составить то или иное предложение. А вот в следующем задании они уже сами излагают свое мнение, которое относится к данному вопросу. Has anything interested, interesting happened to you or your friends recently? Write a few sentences about it. И пару предложений они записывают, а что же интересного произошло с ними либо с их друзьями недавно. И далее упражнения, например, где ученики работают непосредственно с письмом, прорабатывают это время, смотрят в контексте, как используется Present Perfect, с какой целью, как он устроится и так далее. Это лишь такая вот часть упражнений, которые помогают ученикам преодолеть те или иные трудности. Само пособие содержит объяснение правил, тренировочные упражнения. Специальный раздел поясняет те или иные аспекты, представляющие сложности, такие вот подводные камни для наших учеников, и знания которых позволят в дальнейшем добиться успеха на экзаменах. Очень хорошее пособие в плюс, как дополнительный материал. Это, если мы с вами рассматриваем, как комплекс упражнений основных именно вот по этому пособию. Практическая грамматика ОГЭ, ЕГЭ. Далее, уважаемые коллеги, коммуникативная письменная речь. И вот тут у нас появляются еще одни упражнения. Это тезисы, изложения, реферирование, сочинения, рецензия. Опять-таки одни из таких вот самых распространенных, на мой взгляд. А вот скажите, уважаемые коллеги, данными упражнениями пользуетесь в своей практике? Используете ли? Если да, то какие? Просто тоже очень интересно узнать, с какой целью, например, данные упражнения нужно... Вот Ирина пишет, что сочинение. Хорошо. Я думаю, что, скажем так, самые распространенные из представленных, это будет сочинение и изложение. Поскольку это два таких вот самых основных упражнений на отработку того или иного письменного навыка. Хотя вот нам Ирина пишет, что также и рецензия используется. Хорошо. Вот Светлана использует все, кроме тезисов. Сейчас мы об этом поговорим. Я вкратце объясню каждое из данных упражнений коммуникативной письменной речи. Ну что ж, уважаемые коллеги. Итак, если мы с вами говорим о тезисах, это, скажем так, умение выделить основные положения, основную информацию, где каждый такой вот маленький кусочек той или иной информации будет рассмотрено в отдельности. То есть ученики стараются уделить максимум внимания только той информации, которая относится к той или иной теме. То есть это когда у нас есть, скажем так, несколько источников, а мы тезисно выбираем самые основные аспекты. Такое вот слегка формализованное резюме получается именно информации. Если мы с вами говорим об изложении, то это письменный пересказ текста, можно литературного произведения, изучаемого, конечно же, в соответствии с темой, с программой. Изложение – это разновидность упражнения, близкого к сочинению. Оно помогает развить память, логическое мышление, также позволяет обогатить речь словами и оборотами литературного языка, ну и не только. Все будет зависеть от текста, который мы с вами используем на нашем уроке. Также подготовка к изложению обязательно должна быть, должна включать. Разбор содержания текста, логический разбор, языковой анализ. Если мы, например, также изложение используем для сжатия текста, тогда мы должны правильно уметь выделить только основную информацию, которая нам необходима. А может быть, конечно же, и подробное изложение. Тогда мы обращаем внимание на все детали, которые встречаем в тексте. И в дальнейшем ученики тогда уже более детально его расписывают. Если мы с вами говорим о реферировании, то это процесс уплотнения информации. Опять-таки, у нас есть большое количество источников, например, интернет-ресурсы, литературные источники и так далее. И ученикам необходимо сократить информацию так, чтобы осталось только самое важное. И они смогли правильно это все передать, пересказать, но письменно. Реферирование также помогает правильно синтезировать нужную информацию. То есть, искать то, что нужно по теме. Сочинение – это, конечно же, самостоятельная, в первую очередь, письменная работа на заданную тему. В одних случаях наши ученики опираются на то или иное произведение, литературное, например, а в других случаях на свой жизненный опыт. Конечно же, в первую очередь нам нужно, опять-таки, как и с изложением, сделать анализ текста, например, персонажа и так далее. И далее мы можем уже с вами составить тот или иной план, по которому наши ученики либо самостоятельно, либо вместе с нами могут проделать данное упражнение. И, конечно же, рецензия. Рецензия, на мой взгляд, такая вот одна из занимательных для учеников, причем разного возраста. И пятый класс тоже может рецензию делать, но, соответственно, должна быть модель намного проще и лексика попроще, чтобы им было намного, скажем так, легче высказать свою мысль. В нескольких предложениях, но, тем не менее, чтобы у них был какой-то опыт работы с рецензией. То есть, в первую очередь, мы смотрим непосредственно на критическую оценку, например, произведения, фильма, песни, концерта и так далее. То есть, ученики выступают в роли критиков, в роли экспертов в той или иной области, где они сами могут, скажем так, изложить свое мнение конкретно касаемо той или иной темы. Вот рецензия довольно-таки интересна в использовании, и дети, в принципе, ее всегда приветствуют. Итак, уважаемые коллеги, теперь переходим далее. Это непосредственное формирование монологических умений и какие упражнения можно использовать. Это такое вот одно из важнейших мест, которое занимает наша письменная речь. Это формирование именно монологических умений. Вот, например, письменное описание картинки по теме. Например, картинка есть к тексту, либо картинка к теме в общем, и ученикам по картинке необходимо написать конкретно, о чем пойдет речь. То есть, постараться по картинке предугадать сюжет, варианты развития события и так далее. Далее упражнение. Писменное изложение основного содержания текста. Написание сочинения по теме. Вот, как вы видите, изложение сочинения, скажем так, практически постоянно будут проскакивать, поскольку, еще раз повторюсь, это одни из ключевых упражнений на отработку того или иного письменного навыка. Также написание собственного мнения. Это выражение собственной точки зрения, когда мы учим наших учеников правильно аргументировать, составлять план для сообщения, либо доклада. Также написание письма зарубежному сверстнику и, конечно же, написание эссе. И вот тут вот наша с вами основная задача, еще раз повторюсь, это дать правильную структуру, что должно содержать сочинение, что должно содержать эссе, из каких частей должно оно состоять, сколько аргументов или контраргументов должно быть в эссе и так далее. Если мы с вами говорим о написании письма зарубежному сверстнику, я имею это, скажем так, в прямом смысле. Вот моя коллега, я к ней присоединился, вот в эссе, в котором я работаю, мы вышли на школу американскую, и наши дети 5-6 класс активно с ними ведут, именно с учениками, со своими сверстниками, активно ведут переписку на английском языке. Такой вот необычный опыт для детей, скажем так, тем более мы стараемся корректировать их письма по минимуму, чтобы ученики прочувствовали, как письмо написать, чтобы их мысли были их личными. Так намного интереснее, на мой взгляд. И, соответственно, они обмениваются этими письмами по электронной почте, либо через нас, поскольку век цифровой, у всех есть доступ в интернет, к электронной почте. И вот такой вот интересный, необычный опыт. Мы просто нашли, скажем так, школу, написали, откликнулись, и вот зародилось такое вот необычное общение. Конечно, часто писать не всегда получается, поскольку есть программа, но в целом, когда выпадает свободное время, всегда интересно прочитать письма, которые присылают американские сверстники нашим ученикам. И довольно-таки, скажем так, ну, детям нравится. Вот, поэтому можно попробовать как вариант. Элементарно, мы просто ввели в поисковике школы, нашли их сайт, написали на электронную почту, что вот мы такие-то, такие-то, и решили вот с вами обменяться языковым опытом. И причем откликнулись, и вот было приятно пообщаться. Вот такой вот необычный опыт. Далее перейдем с вами к необычным упражнениям, которые можно использовать в плюс к стандартным упражнениям для формирования письменной речи. Это, например, история из словарных слов или истории с идиомами. Free writing и сокращение текста. Вот смотрите, история словарных слов. Тут все очень просто. Все ученики ведут словарик, да, ну, большинство из них, скажем так, где они записывают те или иные неизвестные слова, выражения и так далее. И очень важно, чтобы ученики могли правильно то или иное слово, то или иное выражение использовать в контексте. Поэтому простое задание. Берут они, к примеру, 10, 15, там, 20 слов подряд. И стараются с этими словами, используя их в контексте, составить небольшую историю, небольшой рассказ. Причем истории получаются очень необычными, очень такими нестандартными, поскольку нужно правильно, скажем так, расставить слова, чтобы получилась хоть какая-то просматриваемая тема. Но, и вот тут вот сама интересная фишка получается. История словарных слов – это, скажем так, один из приемов мнемотехники, когда ученики, составляя необычные варианты своих собственных историй, делают определенную ассоциацию с тем или иным словом. Соответственно, им так намного проще запомнить лексическую единицу, причем сразу в контексте. Вот кому интересно, уважаемые коллеги, по поводу именно приема мнемотехники, как проще запоминать английские слова, я давал этот вебинар. Вы можете этот вебинар посмотреть EnglishTeachers либо на канале YouTube посмотреть, и, возможно, для себя найдете полезные упражнения, которые помогут ученикам проще и быстрее запоминать ту или иную лексику. Вот, поэтому, кому интересно, можете посмотреть. История с идиомами похожа на историю словарных слов, где ученики стараются, опять-таки, записать ту или иную историю, используя идиомы в контексте, то есть в том смысле, в котором они должны быть использованы, а не как иначе. Free writing – свободное письмо, мы о нем еще поговорим немножко позже, а на данном этапе нужно понимать то, что свободное письмо, free writing – это своего рода такой вот уровень предложений, в котором мы разрешаем нашим ученикам допускать ошибки. С какой целью? С помощью этого мы с вами, уважаемые коллеги, можем проанализировать те или иные ошибки, на которые нам нужно акцентировать внимание. То есть, например, какие трудности возникают при написании, там, изложении, например, либо сочинении письма, возможно, формат не до конца понятен, возможно, не все ученики, скажем так, усвоили, какую лексику и что нужно использовать при написании того или иного письма и так далее. То есть, это, в первую очередь, информация полезна для нас, чтобы мы смогли правильно дальше корректировать процесс обучения. Обучение. И сокращение текста. Например, дан текст, ну, опять-таки, под уровень учеников, там, 5-9 класс, подобрать. И в дальнейшем ученики стараются, например, с нашей помощью, правильно этот текст сократить. Что это означает? Выбрать главную, основную информацию. Например, там, 5, 8, 10, 12 предложений. Количество предложений, именно их сокращенного текста, будет зависеть, конечно же, от общего объема. Это уже на ваше усмотрение, коллеги, сколько предложений вы хотите видеть. Причем упражнение идет на ура, особенно если вы скажете, что пересказ на следующий урок именно по тем предложениям, которые вы записали. Там, например, минимум 5-6 предложений должно быть. И поверьте мне, если группка большая, каждый на следующий урок сможет ответить, каждый сможет получить свою оценку, поскольку работа и письменная, и далее дома у них идет подготовка самостоятельная, поскольку они по своему написанному стараются подготовить краткий пересказ текста, передавая только главную мысль того, что они прочитали. Вот такие вот необычные упражнения. Конечно же, не стоит забывать и о игровых заданиях, которые, опять-таки, очень полезны. И ученикам игровые задания нравятся больше всего. Вот, например, вашему вниманию это писатели, словарная цепь, наоборот, расшифровка, примерно в ваших экранах, и что, где, когда. Да. Уважаемые коллеги, вот данные игровые задания, игровые упражнения вам знакомы? Используете ли вы их на своих уроках? Я думаю, что расшифровка будет одним из самых таких вот распространенных упражнений, особенно в младшей школе и в пятых-шестых классах. Вот Любовь пишет, что да. Так, далее нам пишет Нурия, что тоже использует. Патимат пишет, что расшифровка чаще всего, конечно же. Вот Марина Александровна пишет, что словарная цепь. Ирина, что, где, когда пишет. Замечательно. То есть, данные упражнения, опять-таки, скажем так, мотивируют учеников. Они вызывают интерес к предмету. Вот, например, писатели. Есть подобное задание на монологическое высказывание именно устной речи. А в письменной речи нам необходимо написать короткое предложение, либо фразу, либо ученики составляют это предложение, фразу. Ну, например, Олег из Вашин. Условно, да. Затем передаем лист следующему ученику, где он должен дополнить данное предложение каким-нибудь элементом. Например, Олег из Вашин, from Moscow. Далее он передает лист своему однокласснику, и ему необходимо дополнить данное предложение. К примеру, Олег из Вашин, from Moscow, but now he lives in London. Передает следующему, опять, это же предложение, Олег из Вашин, from Moscow, but now he lives in London, because, потому что, и так далее. И мы с вами получаем такой вот необычный мини-рассказ. В конце мы можем прочитать рассказ полностью, проработать ошибки, если они есть, и далее нам необходимо ученикам дать такое вот мини-задание. А о чем вы написали? Что хотели сказать? Буквально тут одно-два предложения каждый письменно может высказаться. Или, например, сразу предложения, которые получаются, читать, акцентировать внимание на неточности, исправлять их, и в конце, когда очередь доходит до последнего ученика, он зачитывает полностью то, что получилось, добавляет свое, и ученики по памяти стараются передать общую мысль их маленького рассказа, ну и так далее. Если мы с вами говорим о словарной цепи, здесь важно понимать такую небольшую особенность. Своего рода это как игра в слова, но ученик записывает слово, а следующий ученик записывает слово, которое начинается на последний слог предыдущего. Например, первый ученик написал слово «computer», и вот это слово заканчивается на «er», последний слог. А следующему ученику необходимо придумать слово, которое будет на «er» начинаться. Например, «computer», ученик пишет «error», ошибка «error». Слог заканчивается на «or», и далее следующий ученик старается придумать слово, которое будет начинаться на этот слог «or», например, «organize», и так далее. И тем самым вот такая вот небольшая получится словарная цепь. Возможно, кто-то из учеников знает те слова, которые не знают другой. Вот они поделятся опытом, и так далее. Конечно же, дабы был элемент состязаний, можно время строго ограничить. Например, там у вас 5 секунд на размышление, или там 10 секунд на размышление максимум. Кто за 10 секунд не написал слово, выбывает из игры. Самые стойкие получают дополнительные баллы и так далее. Далее упражнение наоборот. Все очень просто. Даем предложение, например, «this house is big», а ученику необходимо написать противоположное предложение. Например, «that house is small». Вот таким вот образом. Несколько простых предложений. Либо одноклассники думают друг для друга предложения. Тогда нужно ожидать таких вот каверзных, скажем так, сложных предложений. Либо мы готовим данное предложение сами. Далее расшифровка. Хорошо идет и в младшей школе, и в пятом, шестом классе, даже в седьмом иногда хорошо. Когда необходимо из вот такой вот абракадабры, которая на ваших шифрованах, уважаемые коллеги, правильно написать, выписать, либо отметить, подчеркнуть, обвести в кружочек отдельные слова, чтобы понять, какое предложение здесь было зашифровано. Вот такое вот интересное упражнение. И последнее упражнение, которое я представляю вашему вниманию, это «что, где, когда». «Что, где, когда» — это своего рода такое вот сочинение истории. То есть ученики пишут историю, отвечая на вопросы, которые заранее, например, нами написаны на доске. Хорошая отработка именно вопросительных предложений, например. Также ученики сами могут придумывать данные вопросы и отвечать на них. Например, каждый играющий предлагает по одному своему вопросу. Объем истории будет зависеть от количества вопросов и может состоять как из нескольких предложений, так и иметь размер большого текста. Тут уже фантазия наша, наших учеников. Но очень важно, чтобы у наших учеников, конечно же, для такого упражнения была модель, как это задание выполнять. Так им будет намного проще. Ну что ж, уважаемые коллеги, идем с вами дальше. И теперь давайте мы с вами посмотрим на механизмы письменного составления текста. Как правильно должен быть составлен текст письменно? В первую очередь, это, конечно же, правильная передача в письменном высказывании главной мысли. Выбор способа передачи главной мысли. Он может быть индуктивный или дедуктивный. И об этих способах мы с вами поговорим буквально через несколько мгновений. Также передача основного содержания прочитанного или прослушанного текста. Правильное оформление текста. Это всегда будет такой вот важный момент, когда ученики должны научиться правильно оформлять тот или иной текст. Опять-таки, важное использование знаков графики, орфографии, пунктуации, выражения субъективной информации. Выделение в письменном высказывании основных мыслей, абзацев. То есть, каждая мысль должна начинаться с нового абзаца. То есть, любой текст наших учеников должен иметь зачин, средину и концовку. И, конечно же, соблюдение логики изложения, дабы ученики не путали факты местами, а шли строго так, как события встречаются в том или ином тексте. Вот такие вот механизмы, которые необходимо всегда соблюдать и акцентировать внимание на, скажем так, на письменном составлении текста всегда. А вот как раз вот теперь давайте поговорим об двух формах логической взаимосвязи. Это индукция и дедукция. И вот тут мы с вами обсудим сейчас индуктивный метод. Это изложение отдельных фактов, которые должны подвести читателя к определенному выводу. То есть, особенность этого метода в том, что подбираются такие факты и выстраиваются в такой последовательности, чтобы вывод сам родился в голове у читателя. Также важно внимание обращать, что чаще всего такой вот метод будет использоваться в письмах, если мы напоминаем о чем-то, либо просьба, либо отказ. Если мы говорим с вами о дедуктивном методе, то это распространенный способ организации фактов. Данный метод, способ изложения, помогает воспринимать информацию именно в таких видах писем, как деловые, выражение претензий, либо жалобы. То есть, мы, скажем так, знакомим читателя с основной мыслью, обосновываем ее, а затем уже детализируем. Вот такие вот два подхода, два метода можно использовать для того, чтобы ученики правильно могли конструктивно выражать свои мысли. Конечно же, все будет зависеть от того, что они пишут. Так, идем дальше. Также не стоит забывать и об основных видах письменной речевой деятельности. Это контролируемое письмо, controlled writing, направляемое письмо, directed or guided writing, и свободное письмо, free writing. О свободном письме мы с вами говорили в начале нашего вебинара, а сейчас мы данное свободное письмо рассмотрим как основной вид письменной речевой деятельности. И теперь непосредственно давайте рассмотрим упражнения, которые можно использовать с тем или иным видом деятельности. Итак, упражнения на контролируемое письмо. Игра в бинго на буквы, предлоги, формы глаголов данную игру можно усложнить, поскольку, например, когда мы начинаем разбирать неправильные глаголы, игра, безусловно, поможет быстрее выучить, понять, запомнить формы этих глаголов. Если мы говорим, например, об игре бинго, например, на буквы, то это отличное упражнение для младшего звена, но также для пятых классов. Поскольку пятые классы к нам приходят из младшей школы, и у них идет такой вот некий период адаптации определенное время. И очень важно, чтобы ученики видели, что присутствуют такие вот упражнения, которым они привыкли, они их знают, им это нравится, им так будет намного-намного проще, тем более, если нужно, например, повторить алфавит и так далее. Составление слов из заданных букв. Буквы, даны в разброс, нужно составить определенные слова. Либо вот расшифровка упражнения, которое мы с вами рассмотрели ранее, либо расстановка слов-предложения по порядку, когда даны слова в разброс, а ученикам нужно правильно составить данные предложения. Также расположение кусков текста в соответствии с картинками или наоборот. Например, даны картинки, которые отражают содержание текста, их нужно правильно расставить по смыслу. Далее, упражнение на guided or directed writing. Именно, когда мы направляем. Конечно же, в первую очередь стоит обратить внимание на проекты. Проекты всегда очень душевно приветствуются учениками, им это нравится, поскольку проекты, они, скажем так, акцентируют внимание на самостоятельное выполнение. Мы можем только помочь ученикам подсказать, где взять информацию, что должно быть. Проекты могут быть, это подготовка плакатов, тех же самых презентаций, например. Плакат, например, мини-реклама какой-нибудь, где дети сами придумывают продукт, к нему девиз, иллюстрацию, и стараются ее вот уже на уроке передать. И либо же это, например, презентация к теме урока, которая рассматривается, где ученики сами подбирают нужную информацию. Также данное упражнение проекты формирует умение выбирать главное, то, что необходимо показать ученикам. Также формируют такие вот познавательные особенности в культуре, например. И ученики смогут, пока готовятся к данному проекту, для себя выучить новые факты, новые лексические единицы и так далее. Следующее упражнение – это классификация объектов или предметов. Например, word webs. Эти задания способствуют развитию логического мышления, способности обобщения информации. Ну, самый простой пример – это когда у нас есть ряд слов, и одно из этих слов к другим словам не подходит. Например, даны только глаголы, а одно из этих слов – существительное. Или даны цвета, а одно из этих слов – растение и так далее. Следующее упражнение – это управляемые поэтические упражнения, где мы предоставляем возможность нашим ученикам развить либо проявить свои творческие способности. Вот так же, как и с проектами, где ученики проявляют либо улучшают свои творческие способности. Мы даем небольшое задание. Например, первая у нас строфа – line first. State a subject in one word. Например, существительное. Нам необходимое. Там ученики придумали, например, слово happiness, счастье и так далее. Вторая строчка – describe the subject in two words. Adverb plus adjective or two adjectives. Где нам нужно описать данное слово двумя словами, используя, например, два прилагательных, либо наречие прилагательное. И вот таким вот образом они прорабатывают это упражнение. Конечно же, не всегда можно встретить рифму, но, тем не менее, стихи всегда получаются искренними от детей. И последнее упражнение – это трансформация текста. Одно из моих любимых упражнений. Например, дан диалог, а нам необходимо его по заданию переделать в косвенную речь. Или, например, дан текст в настоящем времени, а нам нужно его переписать в прошедшее время и так далее. То есть это упражнение именно хорошо отрабатывает грамматический письменный навык. Далее упражнение свободного письма. Free writing. Например, это может быть рассказ по картинке, написание самого письма, сочинение, либо использование фрагментов фильмов. Конечно же, на данном этапе, когда мы говорим о письме и сочинении, то это как раз первые шаги к тому, чтобы ученики привыкали к формату, к тем условиям, которые должны быть соблюдены при написании письма, сочинении, эссе и так далее. Либо рассказ по картинке. Даны картинки, которые отражают суть текста. Например, там 5-6 картинок. Они даны уже в последовательности. Ученики, опираясь на эту картинку, создают историю, которая отражает эти картинки. А далее выдаем ученикам текст, они его читают и смотрят, а правильно ли совпали их идеи, которые у них возникли с этими картинками. И, конечно же, еще один такой момент – это использование фрагментов фильмов. Поскольку именно вот когда ученики смотрят фильм без упражнений, ничему, конечно же, хорошему это не приведет, они ничего не запомнят. А когда у них есть непосредственное задание просмотреть отрывок, выписать те или иные слова, дать краткую характеристику персонажа, которого они встречают. Хочу также подчеркнуть, что любой мультфильм и фильм должен соответствовать возрасту учеников. И таким вот образом ученики могут, например, просмотрев абзац, понять, о чем мысль. Дальше мы звук отключаем, и ученики стараются озвучить того или иного персонажа. Или же, например, это будет один из таких вот способов подготовки к написанию рецензии, где мы пошагово работаем, как правильно написать ту или иную рецензию, например, к фильму. Вот такие вот необычные упражнения можно использовать. Когда мы говорим с вами о письме, и вот особенно о письмах, которые мы встречаем у сверстников, конечно же, это акронимы, сокращения и так далее. Когда речь становится упрощенной, именно если мы говорим о разговорной речи. И даже когда, например, иностранцы пишут смс-сообщение либо общаются в чате, используя вот подобные сокращения. Это когда одна буква или цифра заменяет целое слово. Например, глагол быть заменяется одной буквой б, поскольку она произносится так же, либо целый слог заменяется цифрой 8. Например, глагол в прошедшем времени 8 съел, либо глагол C одной буквой заменяется, поскольку произносится так же, смотреть, либо цифра 4 заменяет предлог 4, или же, например, одна буква R заменяет глагол R, и так далее. Также, когда цифра, буква заменяет целый слог, вот, например, activate, aid заменяет целый слог, поэтому это упрощает письмо, например. Далее, сокращение букв и пунктационных знаков. То есть, когда мы исключаем, например, полностью все гласные, запятые в таких вот случаях мы не используем. Вот, например, by the way, просто первые три буквы, или because, опять-таки, только гласные оставили. Так же, если мы с вами говорим о сленговых, либо диалектных вариантах, когда because принимает форму cause, и так далее. Для детей это всегда интересно и необычно, поскольку это тенденция, тенденция развития именно письменного разговорного языка среди друзей, среди молодежи. И ученикам всегда интересно знать, а как общаются их сверстники англоязычных стран. И вот такие вот примеры им всегда необычны, приятны, полезны. И такие вот интересные задания можно подобрать. Это, например, зашифровать письмо, либо наоборот расшифровать его. Вот, обратите ваше внимание, дано предложение. Hi, mate, you okay? I forgot to tell you about school homework yesterday. Why don't we do it together tonight? И расшифровка. Как вы можете видеть, опущены глаголы при составлении вопросов. Да, вот даже слово вопрос why заменяется одной буквой why, поскольку читается так же. Don't заменяется только согласными. O не используется, апостроф не пишется. Together. Когда вместе two, цифра, два, заменяют целый слог, ну и так далее. И вот данное задание всегда будет в плюс и приятно ученикам. Тем более, необычная информация для общего кругозора. Но увлекаться не стоит, потому что некоторые после таких вот примеров задания начинают также сокращениями и писать в сочинениях. но важно объяснить, что это в том случае можно использовать, когда ученики общаются на уровне там, друзей. Тогда да. Но если у нас с вами эссе, либо деловая переписка, тогда, конечно же, это недопустимо. Но, тем не менее, детям всегда нравится. А теперь давайте мы с вами обратим внимание на показатели сформированности умений письма. То есть, это оптимальные результаты, которые мы можем с вами получить. Ну вот, например, успешность осуществления письменного общения или качество содержания продуцированного письменного текста, качество языковой стороны письменного текста и степень самостоятельности выполнения письменных заданий. А поскольку время уроков ограничено, конечно же, большинство письменных упражнений попадает ученикам на дом. И вот тут очень важно проанализировать. Ученики это делают самостоятельно или, как писали коллеги на дневном вебинаре, то, что очень часто используют Google Переводчик. Но, конечно же, идея не самая лучшая, поскольку переводчик имеет свойство переписывать то, как он это понимает. И когда ученики еще вдобавок не читают, то, что им этот переводчик перевел, соответственно, получаются очень такие вот казусные ошибки, которые просто недопустимы. То на это нужно также обращать внимание и соответственно правильно излагать требования, что если вы замечаете, что работа выполнена не самостоятельно, например, там, Google Переводчик, причем чистый, даже ничего не изменено, ученик получает задание в плюс, либо там оценка снижается. То есть, чтобы ученики всегда знали последствия, и это приучает к самостоятельности и ответственности, что немаловажно. Далее, успешность осуществления письма, письменного общения. Это разнообразие ситуаций, в рамках которых создается письменный текст. Конечно же, чем разнообразнее ситуация, тем интереснее читать и интереснее работать с тем или иным текстом. Наличие речевого намерения, то есть, правильное высказывание своей мысли, способность выбирать языковое средство в зависимости от речевого замысла и ситуации, то есть, правильный подбор лексических единиц, значений слов и так далее. Качество содержания письменного текста, это разнообразие тематики, опять-таки, где ученик уже сам может подбирать те темы, которые ему интересны. Это количество фактов, которые передает ученик. Конечно же, оптимально будет, если ученик пишет эссе, у него есть аргументы, контр-аргументы, например, 2-3 аргумента, 1-2 контр-аргумента, когда мы уже видим, насколько насыщена речь письменная наших учеников. Конечно, это уровень языковой трудности, это разнообразие предложений, речевых, в том числе этикетных формул, то есть, это та лексика, которая будет отражать ту или иную тему, и объем письменного текста. Чем старше звено, тем объем увеличивается, естественно. И, конечно же, не стоит забывать о типичных ошибках, с которыми мы сталкиваемся постоянно, ведь то, что я сейчас вам рассказал, это оптимально, оптимальный результат, который, конечно, хочется получить, но не всегда, к сожалению, удается, поскольку существует ряд типичных ошибок. Некоторые из них я обобщил. Вот, например, лексико-грамматические. К этим ошибкам можно отнести, например, слова, которые ученики путают со значением. Ну, вот, например, solve, решать, и decide, решать. Переводим на русский язык одинаково, но в английском они несут два разных значения. Например, decide, это решить, что сделать, а solve, решить задачу, проблему и так далее. Бывает, что ученики, посмотрели в словаре слово, ага, решить, неправильно, лексически его подбирают в предложение. Также орфографические ошибки, это пропуски букв, например, невнимания и так далее. Также фактические ошибки, это когда врушается логика изложения, путаются события в тексте и так далее. Ну, и, конечно же, одно из основных это оформление письменного текста, когда ученики, например, не совсем до конца, например, поняли, как правильно нужно оформить то или иное письмо. Далее стоит обращать внимание на содержательный аспект письменной речи. Это, конечно же, коммуникативная задача. Обращение за помощью, запрос информации, передача информации, сохранение информации, письменное выражение творческого потенциала наших учеников. Запрос информации имеется в виду, когда ученики, готовясь к определенному письму, сочинению, проекту, знают, где посмотреть, куда обратиться и так далее. Правильно эту информацию собрать, ненужную вычеркнуть, чтобы у них было именно по делу, по существу выполненное упражнение. Ну и так далее. И, конечно же, дабы правильно выполнять данный аспект письменной речи, содержательный, важно знать формы, которые ученики опять-таки должны правильно записывать. Это телеграммы, те же самые записки, вывески, подписи к рисункам, объявления инструкции, объявления информации, меню, реклама и так далее. Вот как раз меню, реклама, телеграммы, записки, это то, что ученикам очень нравится выполнять, делать, прорабатывать. Реклама и меню хорошо относятся к проектам, когда данную форму они подают, выискивая необычные блюда разных стран и так далее. Либо задание попроще, это правильно придумать оглавление к тому или иному рисунку, который будет отражать тот или иной текст, записки, например, to-do list и так далее. То есть, данные вот формы, они полезны, ученики прорабатывают все необходимые лексические лимитсы. И, напоследок, упражнения для формирования содержательного аспекта письменной речи. Это, конечно же, письменно необходимо изложить содержание прослушанного текста по памяти, изложение своего отношения к проблеме в виде записи в дневнике, либо содержание текста по предложенному плану, либо отчет по проделанной работе. То есть, анализ. Как ученик это делал, что он выполнял. То есть, непосредственно, поэтапно, как он, например, готовился к проекту, какие источники использовал, с какой целью и так далее. Ну, а теперь давайте мы с вами подведем итоги нашего вебинара. Итак, уважаемые коллеги, какие из представленных упражнений больше всего подойдут вашим ученикам и почему? Итак, тут интересно уже ваше мнение, какие из представленных упражнений вы считаете полезными? И следующий вопрос, попутно тогда задаю, это какие упражнения наиболее эффективны и почему? Тут уже ваше мнение, смело пишите в чате, я постараюсь прокомментировать. Именно, например, по моему мнению, эффективные, конечно же, это отработка именно письменной речи, когда мы говорим об написании того же самого сочинения, либо письма, официальный стиль, неофициальный стиль, чтобы ученики ориентировались и не путали в каком стиле и что они должны писать. Конечно же, все из упражнений по-своему несут эффект, сразу если мы затрагиваем третий вопрос, который у нас в вебинаре, это важен ли комплекс упражнений для достижения цели. И вот тут конечно же важно акцентировать внимание на то, что когда мы формируем навыки, будь то письмо, чтение, логические высказывания, конечно же, любой навык отрабатывается в комплексе с предварительной подготовкой, особенно если мы хотим добиться хорошего результата в сочинении и так далее. Конечно же тогда плодотворная работа именно комплекса упражнений грамматического пособия, которые я вам представил на этом вебинаре, оно конечно же будет способствовать улучшению именно письменных грамматических навыков наших учеников. Ну что ж, уважаемые коллеги, на этом я вебинар заканчиваю. Надеюсь, он для вас был полезен. Вы подчеркнули для себя много новой полезной информации и вот упражнения, которое мы сегодня с вами проработали, вы добавите в свою педагогическую копилку. Итак, теперь я вам сбрасываю в общий чат ссылочку «Как получить сертификат» и я в свою очередь вас благодарю конечно же за ваше внимание и вашу активность. Вот небольшая инструкция. Я в дальнейшем еще продублирую ссылку сертификата. Ну что ж, уважаемые коллеги, я вам желаю успехов, до новых встреч, удачи вам и увидимся с вами уже совсем скоро. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok